Коллекторы могут приходить к должнику раз в неделю и присылать только 4 смски за это время. В сообщениях должно быть указано имя самого отправителя и название организации. При четко прописанных правилах взаимодействия коллекторов и должников в социальных сетях то и дело появляются ролики с названием в духе «Беспредел коллекторов». Помните, что представитель микрофинансовой или коллекторской компании может взаимодействовать с вашими родственниками или третьими лицами, если вы давали на это письменное согласие. Вы могли подписать его, когда брали на кредит или заем, а близкие не выразили несогласия. Стоит отметить, что даже в таком случае ваши близкие и знакомые в любой момент могут отказаться от дальнейшего общения с кредитором или коллектором даже устно во время телефонного разговора. Сотрудники службы судебных приставов разъяснили основные положения и правила взаимодействия коллекторов с должниками. Так, представителям микрофинансовой организации разрешено звонить с 8 утра по будням и с 9 по выходным и до 8 вечера. Во время таких звонков коллекторы должны представиться и назвать свою организацию. В договоре с кредитором могут быть прописаны и другие способы или чистота взаимодействия с коллектором, но и от них можно отказаться. Если кредитор или коллектор, по вашему мнению, нарушает права, фиксируйте беседу при помощи аудио- и видеотехники, а также точное время звонков и обязательно обратитесь к своему оператору сотовой связи за детализацией звонков. В этом случае также можно обратиться к специалистам Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области по телефону 8 49 12 29 46 46. Важно помнить, что при любом контакте кредитору или коллектору запрещено угрожать причинить вред здоровью или имуществу. Психологическое давление тоже под запретом. И такие правила важно знать не только коллекторам, но и должникам. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».